На протяжении десятилетий самую престижную кинопремию мира обвиняли в самых неприглядных вещах. «Оскар» называли политизированным, необъективным и предвзятым по отношению к различным социальным группам. К сожалению, на ежегодную раздачу золотых статуэток действительно влияет и политика, и общественное настроение, и различные группы влиятельных людей, которые лоббируют фильмы тех или иных режиссёров. Поэтому иногда действительно талантливые режиссёры остаются незамеченными, несмотря на все свои заслуги. Но было ли так всегда? Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Сегодня я расскажу вам о 10 знаменитых режиссёрах, которые никогда не получали премию «Оскар». Причём некоторые из них уже никогда ничего не снимут. Давайте разбираться, кто справедливо пролетал с золотой статуэткой, а кто нет. Ну а я, наконец, подготовился к путешествию и решил не менять свою кшенкам Sony, а докупить просто новую. Я залез, выставил параметр «Гаджеты для отдыха» и выпал целый список интересных новинок. Оказалось, совсем недавно вышла новая DJI и уже со стедикамом. Интересно её сравнить с обычным стедиком для телефона, есть смысл брать вообще. Тут можно выставить фильтры, поставить сцену, почитать отзывы. Но меня больше всего заинтересовал режим слежения и вес в 100 грамм. В общем, Е-каталог помог определиться, сэкономил кучу времени и купил самую маленькую камеру в мире. Ссылка в описании. Тим Бёртон. Вопрос о том, заслуживает ли Тим Бёртон приставки культовые, может показаться спорным. Но в режиссёрском таланте и уникальном стиле ему отказать нельзя. Ещё в юности он решил связать свою жизнь с творчеством и поступил в Калифорнийский институт искусств. После учёбы Бёртон устроился в студию Уолта Диснея, где трудился дизайнером персонажей, а затем и аниматором. В конце 80-х годов он решил отправиться в свободное плавание, положив начало одному из самых плодовитых периодов в своей жизни. С 1988 по 1999 год были выпущены такие фильмы, как «Битл Джуз», «Бэтмен и Бэтмен возвращается», «Эдвард – руки-ножницы», «Эд Вуд» и «Сонная лощина». Я не закончен. Положи это, не приближайся ко мне. Нулевые открылись. На мой взгляд, интересной, но раскритикованной зрителями «Планеты обезьян». Следом режиссёр поставил прекрасную крупную рыбу, Чарли и шоколадную фабрику, Суинни, Тодда и Алису в стране чудес, которые получили хороший приём как у критиков, так и у зрителей. А что такое скоро и долго ли его ждать? Периодически Бёртон ставил и мультфильмы, например, «Труп невесты» и «Франки Винни». Практически всё творчество этого режиссёра характеризуется неповторимой сказочной стилистикой, мрачной и утончённой одновременно. Сюжеты его фильмов наполнены сарказмом, чёрным юмором и своеобразным экзистенциализмом, что великолепно сочетается с визуальным стилем. Моего шоколада не должна касаться рука человека. Тима Бёртона однозначно можно записать в число самых своеобразных и самодостаточных режиссёров мира. Он давно получил широкое признание, но престижные награды всегда обходили его стороной. На Оскар Бёртона номинировали дважды, причём оба раза за анимационные проекты. Ну а его полнометражки никогда не попадали в шорт-лист престижных премий. У нас с тобой много общего. Даррен Ароновский. Если Бёртон один из самых уникальных, то Ароновский смело можно назвать одним из самых спорных режиссёров. Из-за его любви эпатировать и смущать публику неожиданными сценами, ленты Ароновский не раз были освистаны на престижных кинофестивалях. Например, такая ситуация сложилась с его последней режиссёрской работой «Мама», которая вообще стала самой скандальной за всю его карьеру. Но были удары на и общепризнанные ленты. Хорошую критику в своё время собрала его дебютная полнометражка под названием «Пи». В 2000 году был сильный фильм «Реквием по мечте». В некоторых кругах фильм быстро получил статус культового. Для Джареда Лето и Дженнифер Каннелли лента стала карьерным трамплином, а саундтрек из него не слышал разве что глухой. Затем был глубокий фильм притча «Фонтан» с миллионом подтекстов, а затем приятный успешный рестлер, который вернул из небытия Микки Рубко. В 2010 году состоялась премьера невероятного триллера «Чёрный лебедь», на котором Натали Портман долетела до своего первого Оскара. Фильм получил ещё несколько номинаций, в том числе в категориях «Лучшие режиссёры» и «Лучший фильм». Но обе награды улетели в фильм «Король говорит» и его режиссёру Тому Хуперу. В принципе, Ароновски пока нет и 50, так что у него ещё будет время взбудоражить общественность. Вчера мне приснился удивительный сон о девушке, превратившейся в лебедя. Её принц влюбился в другую, и тогда прекрасная лебедь убивает себя. Фрэнк Дарабонт. Наиболее показательная ситуация с американским режиссёром Фрэнком Дарабонтом. За всю свою карьеру он снял всего четыре полнометражных фильма. Среди них нет ни одного плохого, а два и вовсе претендуют на звание «Шедевров». Хотя почему претендуют? По общему признанию, они ими и являются. Его первой полнометражной работой в большом кино стала экранизация романа Стивена Кинга, которая у нас получила название «Побег из Шаушенка». Неплохой такой дебют, я вам скажу. Не всё на свете сделано из серого камня, и внутри человека есть место, до которого никто не может добраться. Его вторым фильмом стала экранизация другого романа Кинга под названием «Зелёная миля». В принципе, больше и говорить ничего не нужно. Эти ленты десятилетиями занимают первые места в различных списках лучших фильмов всех времён и народов. При этом ни одна из них не была отмечена сраным Оскаром ни в одной категории. «Побег» получил семь номинаций, но пролетел мимо всех. Стоит отметить, что конкуренция в те годы была мощная. У Шаушенка звание лучшего фильма отобрал Форест Гамп, а поставивший его Роберт Земекис стал лучшим режиссёром. «Зелёная миля» уступила тоже достаточно сильному фильму «Красота по-американски», а Сэм Мендес получил звание лучшего режиссёра за его постановку. Что удивительно, Дарабонт вообще не номинировался как лучший режиссёр. Оба раза его выдвигали в категории «Лучший адаптированный сценарий», но и тут не фартануло. В 95-м статуэтку забрал всё тот же Форест Гамп, а в 2000-м награда досталась ленте «Правила виноделов». Таким образом, зрителями фильма Дарабонта из года в год признаются лучшими из лучших, а вот наград их создателям так и не перепало. «А как насчёт священника? Он прочитает молитву». «Я не хочу священника. Ты сам прочитаешь». «Вообще-то я не читаю молитву». Кристофер Нолан. В этом году британ-американскому режиссёру Кристоферу Нолану исполнилось 48 лет, но его по инерции продолжают записывать в ряды молодых и талантливых. Думая, подробно рассказывать о его достижениях нет смысла. Большинство его работ очень популярны, да и я от большой любви много раз уже рассказывал про него, поэтому коротко. 90-е годы для Нолана были периодом становления и экспериментов, а в 2000-х пошло серьёзное кино. «Помни», «Бессонница», «Престиж», «Трилогия о Бэтмене», «Начало», «Интерстеллар» и наиболее спорный «Дюнкерк». «Ты как-то сказал мне, что когда ты вернёшься, мы можем быть одного возраста. Сегодня мне столько же, сколько было тебе, когда ты уехал». В 2002 году Нолан номинировался в категории «Лучший сценарий» за фильм «Помни», но уступил ленте «Госфорд Парк». В 2011-м «Умопомрачительное начало» выдвигали на лучший фильм и лучший сценарий, но обе награды ушли фильму «Король говорит». В 2018-м «Дюнкерк» номинировали на лучший фильм, а самого Нолана, наконец, выдвинули в категории «Лучший режиссёр». Итоги вы и сами помните. Награды забрал Гильермо Дель Торо со своей формой воды, и забрал вполне заслуженно. За него я тоже очень рад, мужик тоже давно ходил вокруг всемирного признания. Лично я думаю, что Кристофер Нолан гениален и обладает потрясающей фантазией, поэтому уверен, что рано или поздно будет и на его улице праздник. А пока ждём его новую работу. Дэвид Линч В отличие от творений Нолана с пониманием фильмов Дэвида Линча, у неподготовленного зрителя могут возникнуть большие проблемы. Да что уж там, у подготовленного тоже. Дело в том, что Линч никогда не приближался к мейнстриму, и всегда был представителем независимого кино. Для его стиля характерны такие черты, как сюрреализм, психоделичность и мистификация. Ведущие мировые СМИ неоднократно одаривали его пафосными званиями, вроде самого важного режиссёра эпохи и человека возрождения в современном американском кинематографе. Его дебютной работой стала лента «Голова ластик», психоделический триллер с элементами фильма ужасов, который в короткое время обрёл статус культового. Своё восхищение в своё время выражал сам Стэнли Кубрик, который жалел, что не он снял этот фильм. Затем был «Человек-слон», «Дюна», «Синий бархат» и «Дикий сердцем». В 1996 году Линч выпустил ленту «Шоссе в никуда» в саундтрек, который включил несколько песен из дебютного альбома «Рамштайн». Тем самым режиссёр помог раскрутиться одной из моих самых любимых групп, за что ему огромное спасибо. На протяжении всей своей карьеры режиссёр регулярно получал престижные награды, среди которых «Золотые пальмовые ветви» фестиваля в Каннах, «Золотой лев» венецианского кинофестиваля, премия «Сезар» и «Сатурн». Несмотря на удалённость от мейнстрима, киноакадемики премии «Оскар» тоже не обделяли Линча вниманием. На «Оскар» он номинировался трижды, но пока свою личную статуэтку так и не получил. Фильм – это главное. Вы так упорно работаете, чтобы после того, как придут идеи, построить эту штуку, и все её элементы правильны. Джордж Лукас На заре своей карьеры американский режиссёр Джордж Лукас снял фантастическую антиутопию, THX 1138 и трагикомедию «Американские граффити», которую продюсировал Фрэнсис Форд Коппола. Сейчас об этих фильмах порядком подзабыли, потому что уже в 70-х годах режиссёр стал тем самым Лукасом, которого мы запомнили как создателя двух баблостригущих франшиз. Конечно же, речь идёт о «Звёздных войнах» и приключениях Индианы Джонса. Многие современники сходятся во мнении, что своим успехом Лукас обязан не только таланту постановщика, но и предпринимательской хватке. Например, за работу над эпизодом «Скрытая угроза» он получил фантастическую сумму в 400 миллионов долларов. Общее состояние кинодела после продажи студии «Лукас Филмс» оценивается в 5 миллиардов долларов, что делает его одним из самых богатых режиссёров мира. С престижными премиями дело обстоит несколько иначе. В своём активе Джордж Лукас имеет 4 номинации на «Оскар». Две за американский граффити и ещё две за «Новую надежду». В 1992 году ему вручили специальный «Оскар» в рамках премии Ирвина Тальберга за особый вклад в кинематограф. Мужик оказал огромное влияние на индустрию, но за конкретную работу в качестве режиссёра до премии так и не дотянул. Тебя послушать так сложно всё. Альфред Хичкок Та же самая история приключилась и с британо-американским режиссёром Альфредом Хичкоком. Переоценить влияние режиссёра на мировой кинематограф сложно. Именно с его именем связывают формирование триллера в обособленный жанр, где особое влияние уделяется тревожной атмосфере напряжённого ожидания. Сейчас это называется модным словом «саспенс». Ну а Альфреда Хичкока принято считать отцом данного явления. В число его лучших работ входят такие фильмы, как «Психа», «В случае убийства набирайте М», «Окно во двор», «Верёвка» и другие. Несмотря на всёобщее признание и огромное влияние, наградами Хичкока как-то обделили. В конце 50-х годов он получил «Золотой глобус» за лучшее ТВ-шоу, а в 94-м ему выписали «Посмертный Сатурн». На «Оскар» Хичкока номинировали целых 6 раз, с 1941 по 1961 год, причём всегда в номинации «Лучший режиссёр». Академики выдвигали его за такие фильмы, как «Ребека», «Подозрение», «Спасательная шлюпка», «Заворожённый», «Окно во двор» и «Психа». Персональную премию режиссёру получить так и не удалось. Так что в 1968 году академики выдали ему специальный «Оскар» за особый вклад в кинематограф. Дэвид Финчер Если Хичкока принято считать создателем жанра триллера, то Дэвид Финчер стал одним из самых известных представителей жанра в наше время. Свою карьеру режиссёр начал с постановки короткометражек и съёмки клипов для известных исполнителей. Среди них были такие персоны, как «Мадонна», «Игги Поп» и «Билли Айдол». Карьера в большом кино для Финчера началась с постановки спорного фильма «Чужой 3», который вышел в 1992 году. Зато в последующие 7 лет Дэвид сделал себе имя, как талантливый режиссёр мощнейших фильмов в жанре триллера. Один за другим в свет вышли такие ленты, как «Семь, игра» и «Бойцовский клуб». Каждая из них быстро стала культовой, особенно «Бойцовский клуб». Думаю, тут и объяснять ничего не нужно. Первое правило клуба – не упоминать о «Бойцовском клубе». Второе правило клуба – не упоминать нигде о «Бойцовском клубе». С приходом нулевых Финчера разнообразил свою фильмографию. При этом качественных работ от этого не убавилось. Великолепная комната страха, зодиак, интересная социальная сеть, невероятная история Бенджамина Баттона, девушка с татуировкой дракона, исчезнувшая. Буквально каждый фильм режиссёра заслуживал внимания и находил свою аудиторию. Почти каждая работа Финчера приносила ему номинации на какие-либо премии, но по итогу они всегда обходили его стороной. За социальную сеть он получил свой единственный золотой глобус и премию Британской Академии, и пока других наград в его карьере не было. На Оскар Финчера выдвигали дважды. В 2009 году его номинировали как лучшего режиссёра за Бенджамина Баттона, но премия справедливо ушла Дэнни Бойлу за его «Миллионера из трущоб». В 2011 Финчера выдвигали в этой же номинации за социальную сеть, но награду вёл Том Хупер со своей лентой «Король говорит». Сейчас Дэвиду Финчеру уже 56 лет, но он уже давно доказал, что умеет держать планку качества. Так что будем надеяться на скорое появление новых шедевров. Стэнли Кубрик. Возможно, для многих из вас это будет открытием, но культовый Стэнли Кубрик никогда не получал Оскар за лучшую режиссуру, лучший сценарий или лучший фильм. Награды в главных номинациях всегда доставались кому-то другому. И это при том, что в карьере Кубрика было 13 номинаций на премию «Оскар» в разных категориях и за разные фильмы. Среди них были такие ленты, как «Цельнометаллическая оболочка», «Заводной апельсин», «Космическая одиссея» и «Барри Линдон». Среди категорий были все основные – лучший режиссер, лучший фильм, лучший оригинальный сценарий и лучший адаптированный сценарий. Свою единственную статуэтку Кубрик получил в 1969 году за «Космическую одиссею», но это была техническая номинация «Лучшие визуальные эффекты». При этом, по общему признанию критиков и деятелей кино, Стэнли Кубрик входит в число самых влиятельных режиссеров второй половины 20 века. Так что его карьера стала показательным подтверждением того, что наличие или отсутствие престижных наград зачастую никак не соотносится с реальными достижениями творца. Ридли Скотт На данный момент Ридли Скотт уже вошел в список величайших британских режиссеров наряду с Хичкоком и Кубриком. В последние годы дед слегка поехал на теме религии, за что подвергается обоснованной критике со стороны киносообщества и зрителей. Жертвой его философских изысков стал культовый «Чужой», который из тягучего триллера с элементами хоррора превратился в комедию про тупых бойскаутов с фоновыми рассуждениями о вечном. Но не стоит забывать, что именно Ридли Скотт в бородатом 1979 году поставил первого «Чужого», который до сих пор пробирает при просмотре. Да и в техническом плане лента для своего времени была сделана так круто, что и сейчас смотрится вполне себе. Три года спустя режиссер поставил «Бегущего по лезвию» – фантастическую антиутопию с глубоким сюжетом, которая во многом опередила свое время. Фильм провалился в прокате и получил смешанную критику, но года спустя обрел статус культовой ленты, которая оказала влияние на кинематограф в целом и фантастику в частности. Многие киноведы считают «Бегущего по лезвию» первым фильмом, который без оговорок можно отнести к жанру киберпанка. Опять же, в визуальном и техническом плане Ридли Скотт проделал колоссальную работу, которая впечатляет до сих пор. Фантастические пейзажи футуристичного города и 40 лет спустя смотрится куда более реалистично и атмосферно, чем тонны бездушного графонистого шлака, который мне приходится смотреть еженедельно. В 90-х годах режиссер снимал такие фильмы, как «Тельма и Луиза», «Белый шквал» и «Солдат Джейн», а в 2000-м грянул эпичный «Гладиатор». Несмотря на кучу исторических ляпов и несостыковок, лента быстро обрела статус культовой. Зрители получили качественный исторический эпик с историей о благородном герое, а в индустрии возродился интерес к жанру пеплума. В целом «Нулевые» стали одним из самых плодотворных периодов в карьере Ридли Скотта. Помимо «Гладиатора» в прокат вышли такие фильмы, как «Ганнибал», «Великолепная афера», «Царство небесное», «Хороший год», «Шикарный гангстер», «Совокупность лжи» и «Робин Гуд». В последние годы репутация режиссёра пошатнулась из-за спорного исхода, неудачного «Прометея» и «Глуповатого завета». Но и здесь были вполне успешные работы вроде «Марсианина». В общем, переоценить влияние режиссёра на весь кинематограф сложно. Тут вам и фантастика, и хоррор, и киберпанк, и исторические эпики и криминальные триллеры, лирические драмы и боевики. Ридли Скотт не просто работал в каждом из перечисленных жанров, зачастую он раздвигал их рамки, или даже выступал основоположником того или иного направления в кино, как было с «Бегущим по лезвию» и «Чужим». И при этом в его коллекции практически отсутствуют престижные награды. Где-то там завалялась пара Сатурнов и одна пальмовая ветвь. На «Золотой глобус» режиссёр номинировался четыре раза. Номинации за «Гладиатора», «Гангстера», «Марсианина» и «Все деньги мира» он проиграл. На премию «Оскар» Ридли выдвигали трижды. В 92-м году за фильм «Тельма и Луиза». Тогда награда ушла Джонатану Деммея за «Молчание ягнят». В 2001 году «Гладиатор» был признан лучшим фильмом. Ридли Скотт вновь выдвигался в категории «Лучший режиссёр», но проиграл Стивену Содербергу с его «Трафиком». Ну а в 2002-м Скотт со своим «Чёрным ястребом» уступил Рону Ховарду с его «Играми разума». Сейчас режиссёр продолжает вести активную деятельность. На ближайшие годы у него запланирована целая куча проектов, включая сиквел «Гладиатора» и очередные продолжения «Чужих». Но ему уже 80 лет, а это как-никак довольно преклонный возраст. Так что Ридли Скотт вполне может пополнить список великих режиссёров, которые сделали огромный вклад в развитие кинематографа, но так и не получили свой долбанный Оскар. Что действительно делает сценарий великолепным, это то, что в его основе лежат не столько размышления на тему, сколько постижения истины, которые, возможно, действительно существуют. Ребят, надеюсь, вам было интересно. Если да, то не забудьте оценить ролик. А пока я делаю следующее, можете посмотреть, кто кого из крупнейших студий мира поглотил и кому принадлежат известные кинофраншизы. Ролик вышел очень интересным. Также не забудьте подписаться на мой паблик, чтобы не пропускать всё самое интересное из мира кино. Ну и до скорого. Пока.